Итак, преобразуйтесь, обновляя свой ум. Как вы думаете, что под этим подразумевается? Чтобы в этом разобраться, давайте обсудим Римлянам 12.2 и, пожалуй, выделим четыре момента, о которых нам следует помнить. Теперь третий момент. Речь в этом стихе идет о полном преобразовании. Наверняка многие из нас помнят, что греческое слово, которое здесь стоит, означает именно полное преобразование. От него происходит слово метаморфоза. Вспомним, как гусеница превращается в бабочку. Я не к тому, что всем нам нужно стать бабочками. Это лишь пример полнейшего преобразования. Итак, как всегда, общество сторожевой башни позаимствовало нечто, у Вавилона Великого. В данном случае, мы говорим о прекрасном наглядном примере, о трансформации гусеницы в бабочку. Автором этой иллюстрации является сам Билл Грэм. Вы не поверите, но на поиски плагиата у меня ушло около пяти минут. Давайте переведем текст. Вы можете поставить на паузу, и обратить на первоисточник, оригинальный пример, Билла Грэмма. Ссылку я вам оставлю, возможно у вас откроется вся страница уже в переводе. Ну просто беда с этого верного и благоразумного раба. Он все время вводит, свою паству, на чужие, добротные, злачные пажити. Кстати, это не первый ролик, где я показываю их плагиат. Кто не смотрел, обратите внимание, хотя бы на этот. На одной известной иллюстрации из книги, написанной в 17 веке, изображена тропинка, которая ведет к заветной цели. А по обе стороны тропинки путника подстерегают львы. Подпись к иллюстрации поясняет. Львы были прикованы, но цепей он не видел.